Дыхание, шёпот, слово, шаг первый, следующий. Уходишь, возвращаешься в поисках утраченного звука, пытаешься уловить грань. Вот он одинокий, и нет в нём никакого особого настроения. Просто звук. А вот второе ещё, мелодия, всплывают образы, не связанные по началу фразы воспоминаний. Вдруг, случайно ли, приходишь к художнику, который ищет в бесформенном материале другого художника, который когда-то давно уже нашёл свой звук. Я леплю брови, я леплю глаза, я леплю губы. Я пытаюсь, чтобы они у меня говорили. Но когда я леплю глаза, я леплю не глаза, а взгляд. Если я леплю губы, то я как бы слышу, что с них срывается, что он хочет сказать. Сколько композиторов появляется на свет Божий чуть не ежедневно. Сегодня они появились, а завтра о них забыли. Среди таких я быть не хотел. Уж лучше тогда навсегда примириться с ролью педагога. Но такие настроения не бывали длительными. Жизнь вне творчества всегда казалась мне лишённой смысла, да и никаких усилий не хватило бы отогнать от себя порывов к творчеству. Зал Московской консерватории. Здесь он встретился с настоящей музыкой. Здесь игрались его первые авторские сочинения. И вот после забвения его музыка возвращалась домой. Никто из нас этого не знал, никто из нас этого не слышал. В лучшем случае мы что-то себе проигрывали по нотам. Это совсем не то же самое, что это услышать в хоре. И я помню просто глубочайшее впечатление от исполнения в Москве ну, может быть, лучшего духовного сочинения Гречанинова, его большого цикла, который называется «Страстная седмица». «Страстная седмица» В Москву родители Гречанинова перебрались из перемышля Калужской губернии, поселившись на Смоленском бульваре, где он и родился 25 октября 1864 года. «Отец и мать мои были люди религиозные. По субботам все ночные, по воскресеньям ранние обедния были обязательными. Отец любил петь церковные песни, дьячил, как выражалась мать. Когда мне было лет 12, отец купил музыкальную машину с двумя валиками по десяти песен. «Часами я вертел их, пока не изучил наизусть». Потом Гречанинов пел в гимназическом церковном хоре и даже был солистом. Когда подрос, был принят церковный хор и стал петь на клиросе. Так дома появился еще один дичок-гимназист, и вместе с отцом они распевали церковные песни уже на два голоса. «Как-то гостил у нас двоюродный брат, который привез с собой гитару. Потом он уехал. Но так я влюбился в инструмент, что три месяца собирал пятачки на завтрак и скопил три рубля денег. Вот было счастье, когда я принес гитару домой и часами подбирал аккомпанемент для песен. «Ой, если будешь ты тема, моей женой, не будешь ты ни в чем нуждаться никогда, ты неизменно будешь счастлива со мной, и будет жизнь твоя запас всегда полна». Впоследствии он спрашивал о судьбе своих романцев московского адресата Владимира Зеринга. «На Нивы желтые здесь тоже нигде достать нельзя. Как грустно чувствовать себя заживо похороненным». Только в 14 лет Греченинов впервые увидел фортепьяно. Мелодии знакомых песен нетрудно было воспроизвести. Отец, узнав, что я бросаю гимназию, поступая в консерваторию, заявил, «Как? Вместо того, чтобы быть доктором, ты хочешь на задний стол к музыкантам?» Согласия, конечно, он не дал, но тяга моя к музыке и сочинительству была неодолима. «А потом еще такой момент. Он же не мог претендовать на большие успехи на исполнительском отделении. Если человек в 14 лет начинает кое-как заниматься фортепьяно, большого пианиста из него просто точно не получится. И отсюда желание как-то иначе себя реализовать в музыке. И отсюда сочинение. Кстати, его сначала так не очень проощряли. Он скорее сам упрямо шел к каким-то вещам. И когда ему стало касаться, что Московская консерватория не так хорошо воспринимает его композиторские попытки, как ему хотелось бы, он просто отправился в Петербург». «В Петербургской консерватории наставником моим стал римский Корсаков. Приношу я однажды работу. Поправил, сделал замечание и, в общем, похвалил. «Приятно, — сказал я, — что вы одобрили сочинение, но меня оно самого не удовлетворяет». «Отчего же? — спрашивает он. Уж очень оно напоминает Бородина». «Не бойтесь, — возразил он, — если ваше сочинение на что-то похоже. Бойтесь, когда оно ни на что не похоже». Настойчивость в достижении цели помогала ему в жизни. Так было и с Верой. С Верой Рербрик. Своей избранницей он не виделся ровно год. Отец ее, директор Нижегородской железной дороги, считал за мезальянс брак дочери с человеком не той среды. На мольбы и слезы дочери предложил компромисс. Расстаться, не видеться и не переписываться. Надеясь, что за год любовь ее остынет. Случилось же все наоборот. Потом жизнь разведет их, однако нежную привязанность к Вере он сохранит до самой ее кончины. Она же будет заботливо собирать и хранить его письма. Ни с кем не был он так откровенен в своих чувствах, как с Верой. Они жили в этом районе. Ее отец был известным инженером, ее брат был известным архитектором. И Вера Ивановна всегда очень высоко ценила композиторское творчество Греченина. Она составила такую книгу воспоминаний, пока не изданную, свою книгу музыкальной жизни Александра Греченинова. Очень интересно. И всегда, даже когда они уже расстались, между ними были самые теплые дружеские отношения. Этот человеческий союз продолжался до конца дней Веры Ивановны. Из воспоминаний Веры Ивановны Гречениновой. Александру Тихоновичу 28 лет. Карьера его развивается с опозданием. По окончании консерватории мы отправились на отдых в имение моего отца в Гиреево, под Москвой. Давнишней его мечтой было повидать Волгу. И вот мы решили доставить себе это удовольствие. Две недели путешествия от Нижнего до Астрахани были такой радостью, которую описать невозможно. С тех пор мы каждое лето снимали дачу где-нибудь на берегу Волги. Вечерами Александр Тихонович шел к берегу слушать песни, доносившиеся с плотов. Он как раз показал, что, скажем, народное творчество постоянно должно питать композитора. Постоянно. И он сделал много таких сочинений, которые фактически являются как будто зарисовкой, которую он услышал в народном исполнении. Забавная история случилась в усадьбе под Рыбинском. В ней не оказалась пианино, и Александр Тихонович по совету соседей поехал в город. Взял там пианино и четырех грузчиков с пристани. Подвода стоила дорого. Инструмент несли на руках, по пути делали отдых, и Александр Тихонович играл мужикам и ухнем вниз по матушке по Волге. Смеясин говорил, что под Камаринскую они пустились в пляс. Только к вечеру с пианино на руках они торжественно вошли во двор усадьбы. Еще студентом, будучи участником консерваторских концертов, Александр Тихонович однажды удостоился приветствия Чайковского. Друзья смеялись, говоря, что потом он неделю не мыл пожатые им руки. В октябре 93-го года великого композитора не стало. В память о нем Гречанинов написал элегию, но посчитал неудачной. Только долгое время спустя удалось сочинить достойную, как ему казалось, памяти любимого композитора симфонию. Четвертую.